Целую неделю жители дома по адресу Тухачевского, 28, следили за судьбой умирающих бродячих собак. Жильцы сами видели, как накануне неизвестный молодой человек накормил животных отравленной колбасой. Она вышла, она так бежит, немножко у нее уже подкашивается, уже слюнка у нее побежала. Это Данила Кислицын, потому что Оксана нам показывала его портрет в телефоне. И дочка мне сегодня показывала Данила Кислицын, докхантер, добровольный волонтер. Это история со счастливым концом. Через несколько дней, благодаря усилиям тех же жителей, животные все-таки выжили. Но вместе с исцелением собака живились и споры между жильцами. Одни четвероногим рады и подкармливают бедных животных. Они не бродячие, они любимые. Они нам же воспитаны. Не знаю случаев, чтобы они кого-нибудь укусили. Они всех жильцов по запаху чувствуют. Они милые. А другие жители в дружелюбность бездомных собак не верят. И боятся даже близко подходить к косогору, который, по их словам, захватили беспризорники. С этих собак просто неизвестно, что ожидать. Вот ребенок выйдет, ну что она бегает, да? Хотя они к себе не подпускают, ну это о чем говорить? Что у нее на уме у этой собаки? А я была свидетелем, как они набросились на ребенка с маленькой собачкой. Благо я была рядом, я их отогнала. Вот у нас на данный момент закрылось, по-моему, две или три стоянки. Где собаки? Куда они делись? Вот они все здесь. Блохи, опять же, которых приходится в подвал заказывать, диротизацию. Потому что крысы, которые там вместе с собаками существуют на косогоре, доедают их остатки пищи. Сейчас белье на эту площадку вывешивают только самые смелые жители, либо те, которые с проблемой еще не сталкивались. Ведь не раз развивающиеся просто не становились прекрасными игрушками для бродячих собак. Борьба сердобольных жителей и любителей спокойствия в этом дворе продолжается уже не первый год. Одни с поля боя каждый год выносят трупы отравленных собак, другие – разодранных кошек. Но и те, и другие твердо понимают – решать проблему беспризорных животных нужно. И делать это необходимо только гуманным путем. То есть, приручил, то ты должен ответить. Про что и речь? Про что и речь? Если надо, то соберитесь деньгами, возьмите, стерилизуйте, чтобы это не было дальнейшего вопроса. На нашей территории организуем какое-то волонтерское движение. Несмотря на то, что споры о судьбе бездомных собак здесь разгораются уже не первый год, компромисс у стороны так и не пришли. И таких дворов во Владивостоке много. Горожане не знают, что делать с бродячими животными. И ясно только одно – чтобы все четвероногие оставались живы, а все жители счастливы, проблему нужно решать на уровне законодательном. Инна Коновалова, Александр Бортовщук. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова